Винтовка А вот это ОСВ-96. Ее калибр 12,7 миллиметров. И из нее можно уничтожать цели на расстояниях более полутора километров. А на более коротких дистанциях ее супермощный боеприпас позволяет уничтожать легкую бронетехнику. Но ее выстрел чрезвычайно громкий. Звук и дульная вспышка демаскируют стрелка. А что делать, если нужно совместить супермощный боеприпас, большую дальность стрельбы и бесшумность, и при этом убрать все недостатки? Решение готовы предложить специалисты Тульского КБ приборостроения. Сегодня нашей съемочной группе предоставили уникальную возможность познакомиться с новейшей российской бесшумной снайперской винтовкой ВКС калибра 12,7 миллиметров. Это супероружие не имеет аналогов в мире. Бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС калибра 12,7 миллиметров была разработана в 2002 году специально для Центра специального назначения ФСБ России. Вот это стандартный патрон калибра 7,62 миллиметра. А вот это бронебойный боеприпас винтовки ВКС калибра 12,7 миллиметров. Его пуля в несколько раз тяжелее обычной, имеет огромную останавливающую силу и на дистанции 250 метров может пробить 16-миллиметровый лист стали. Специально для ВКС был разработан ряд совершенно новых боеприпасов калибра 12,7 на 55 миллиметров. Среди них есть как высокоточные патроны, так и боеприпасы повышенной мощности. К примеру, тульское супероружие способно на расстоянии более 200 метров подбить бронированный транспорт противника, уничтожить устройства связи, такие как антенна, или вывести из строя радиолокационную станцию. Не спасет от ВКС и стенка. Метровый слой дерева или 15 сантиметров кирпичной кладки, все это превратится в труху после попадания бронебойного патрона. Даже если человек стоит за стеной, бывало такое, что при выстреле стреляли туда, где приблизительно находит человек и попадали. В бронежилете он был, не в бронежилете, все равно попадает, причем на вылет даже. Если нужно сделать особо точный выстрел по целям, расположенным очень далеко, то снайпер, вооруженный в ВКС, может использовать специальные снайперские патроны. Они способны достать противника на дистанции более полукилометра. Если, скажем так, попадание в конечность, то руку тут же самое может оторвать. То есть при попадании, например, в ногу, соответственно, тоже может, смотря куда, и... То есть ногу ампутируют, руку тоже, если попадать в конечность. Если попадать в тело, то дыра очень довольно-таки приличная. Неважно, какой бронежилет пятого класса будет, шестого, то есть на вынос пробивает все. Дырка значительная, то есть сразу летальный исход, там уже выжить не получится. Винтовка ВКС стреляет специальными дозвуковыми патронами калибра 12,7 мм. Благодаря этому, а также тому, что она имеет эффективный глушитель, из нее можно стрелять в закрытых помещениях даже без использования специальных стрелковых наушников. Если бы я выстрелил из другого, любого крупнокалиберного оружия здесь, я бы просто оглох. На открытом пространстве звук выстрела из ВКС будет практически неразличим. А это значит, что преступник никогда не узнает, откуда был сделан выстрел, и снайпер останется невидим для противника. Большинство крупнокалиберных снайперских винтовок имеют два недостатка. Большая длина, около полутора метров и немаленький вес, более 10 кг. Но ВКС и здесь уникальна и превосходит своих крупнокалиберных собратьев по всем параметрам. Винтовка ВКС скомпонована по схеме Булл Пап. При такой конструкции магазин располагается не перед рукояткой, а за ней. Это позволяет значительно сократить габариты оружия. Но и это еще не все. Благодаря тому, что винтовка перезаряжается вручную, у конструкторов появилась возможность избавиться от сложной автоматики, что в свою очередь позволило сделать ВКС невероятно легкой. Тульский дальнобой с глушителем и снаряженным магазином весит всего лишь 7 кг. А это значит, что снайперу, вооруженному ей, будет намного легче передвигаться, и он сможет сохранить силы для выполнения своей задачи. ВКС уникальная снайперская винтовка. Ни один другой образец оружия не совмещает в себе большие дистанции стрельбы, супермощный боеприпас и отсутствие демаскирующих факторов. Тульские конструкторы создали абсолютное оружие, которого боятся террористы и на которое с завистью смотрят западные спецслужбы. Винтовка «Выхлоп» оказалась настолько удачной, что на ее основе уже разрабатывается специальный крупнокалиберный автомат. Как только с новинки будет снят гриф секретности, мы обязательно познакомим вас с этим уникальным оружием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok